Всем привет, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим, попробуем и сделаем обзор на новую коллекцию от Анастасии Беверли Хиллз, с которой она вышла. Эта коллекция, как мне кажется, просто идеальна на лето, она выглядит потрясающе, все компоненты коллекции выглядят очень красиво, эстетично, в общем, я не смогла прийти мимо нее, и я просто в нетерпении показать вам всю эту коллекцию в сегодняшнем видео. Кстати, это мой первый заказ с сайта Анастасии Беверли Хиллз, обычно я покупаю ее новинки всегда в Сифори, но в этот раз она вышла с ее коллекции сначала на ее сайте, и только, наверное, через 5 дней она появилась в Сифори, и мне кажется, иногда это даже круче заказывать с сайта напрямую, чем из Сифори, потому что очень часто, когда вы покупаете на какую-то определенную сумму, вам дается подарок, чего нет в Сифори, и на этот раз, так как я сделала заказ больше, чем на 75 долларов, мне дали в подарок вот такое масло, шиммерное масло для тела, и оно пахнет просто потрясающе. Мне кажется, что такое стоит, ну, может быть, долларов 40 в Сифори, опять же, идеальное дополнение к тому, чтобы блистать летом, запах просто нереальный какой-то, такой сладковатый, с ноткой ванилью, и, кстати, что очень здорово, это масло ни разу не липкое, и она дает такой, я бы сказала, естественный блеск, потому что очень часто в маслах бывает большое количество этих блесток, и смотрится, и это может смотреться не очень, ну, красиво, уместно, но это масло мне понравилось очень сильно, здорово чувствуется на коже, и, что самое главное, оно не липкое ни разу. Поэтому, если вам интересно посмотреть, с чем же вышла Анастасия Баврали Хилл в своей летней коллекции, и что я купила из этой коллекции, тогда продолжайте смотреть, но мы начинаем. Поехали! Так, я вас немножко приблизила, первое, с чем мы начнем, это будет бронзер, который вышел аж в 7 оттенках, я сейчас даже покажу вам, насколько большое разнообразие оттенков у Анастасии Баврали Хилл в своей запуске, это очень здорово. Я взяла самый светлый оттенок, который называется Sun Kiss, и он должен подходить очень светлой и также светлой кожей, и стоит такой бронзер 35 долларов, это не прям самая маленькая цена за бронзер, понятного дела нет, Мне очень хочется верить, что этот бронзер может как-то быть близким к моему любимому бронзеру от Nars в оттенке Laguna. Кстати, я забыла упомянуть, вся продукция сделана в Корее, что мне кажется интересно, потому что обычно все делается у американских брендов в Америке, но здесь же вся коллекция сделана в Корее, что круто, мне кажется, потому что это означает, что, скорее всего, текстуры у этих продуктов будут очень мягкими и легкими, потому что корейцы любят такие продукты. Итак, первое, что меня удивило, поразило, я бы сказала, это упаковка этого кремового бронзера, потому что она прорезиненная, крышка этого бронзера, я даже не знаю, с чем ее сравнить, но она ощущается по-другому. Тот факт, что крышка этого бронзера, она прорезинена, это делает этот бронзер немного более уникальным в моих руках, до него очень приятно дотрагиваться, это факт, и когда вы открываете бронзер этот, вы видите такую крышечку, которая защищает бронзер от проникновения воздуха в него. Вот, таким образом, Мора, он может храниться дольше, и при открытии он выглядит вот таким. Сейчас я смотрю на него, и мне кажется, он невероятно светлый, прям, ну, он очень светлый. Мне кажется, что этот бронзер, он, возможно, даже чуть светлее, чем бронзер от Jaclyn Hill, сейчас я вам покажу его тоже. Вы знаете, мне кажется, они очень одинаково смотрятся, это бронзер от Anastasia Beverly Hills, и это бронзер от Jaclyn Hill. Оба бронзера самые светлые оттенки в коллекции, и вот таким образом смотрится бронзер от Nars, тот самый бронзер, который подойдет всем, на самом деле, все так говорят. И его очень долгое время нельзя было купить нигде, и когда он появляется на каком-то из сайтов, то его быстро раскупать, поэтому имейте это в виду. Что Anastasia Beverly Hills нам говорит об этом бронзере? Давайте почитаем. Итак, этот бронзер от Anastasia Beverly Hills представляет собой новую, революционную, невесомую кремовую формулу для того, чтобы, в общем, создать на лице эффект кожи, которая была поцелована солнцем. Этот кремовый бронзер сохраняет верный цвет и приобретает естественный матовый оттенок при нанесении. Он плотно прилегает к коже с помощью гибкой фиксации, которая не оставляет полос, пятен, окисления и не смазывает слои кожи под ней. Плюсом этого бронзера также является то, что вы можете наслоить его, либо очень легко, такой легкий будет эффект скульптурирования, так можно наслоить его прям очень сильно, и таким образом у вас будет хороший видный эффект того, что у вас есть скулы. Кремовый бронзер доступен в семи оттенках, прост в использовании, легко тает, образуя матовое бесшовное покрытие, как вторая кожа, которая удобно носить. Что ж, звучит это потрясающе, не так ли? Я думаю, что я сегодня хочу использовать его сначала с кистью от Sigma под номером 89. Я, кстати, лицо свое не припудривала вот в этой зоне, и поэтому оно у меня смотрится так странно, нет, ни бронзера, ни румяна, ничего. Да, давайте начнем уже использовать наш бронзер. Мне кажется, я ни разу не встречала, чтобы кремовый бронзер у американского производителя косметики был сделан в Корее. Мне кажется, это очень интересно. И когда я свочила, кстати, бронзер этот, он показался мне действительно прям очень-очень кремом, и прям вот вы дотрагиваетесь до него, и он уже тает. Кстати, у него нет никакого запаха, что здорово, если вы не любите запахи в вашей косметике. Честно, это не мой оттенок бронзера ни разу. У меня это ассоциируется почему-то опять, знаете, с чем? С цветом детской нежности. Это не тот цвет бронзера, конечно, которому моя рука будет тянуться. Я убавила свет, чтобы вы могли видеть настоящий оттенок этого бронзера на моем лице. Пока что я не понимаю, нравится ли он мне или нет. Этот... Нет, конечно, он не смотрится ужасно. Он не смотрится ужасно. Просто у меня ощущение такое, что этот оттенок бронзера, он не комплиментирует мое лицо, в том плане, что оно не смотрится загорелым, смотрится больше как румяный. И в принципе, это, наверное, моя вина, что я взяла самый-самый светлый оттенок. Но я вам скажу, что я смотрела видео Петти Алонсу, по-моему, ее зовут, на ютюбе. Она делает обзоры также на косметику, и она взяла второй оттенок. И она говорит, что это просто ужасный бронзер, потому что он смотрится не как нейтральный бронзер, а именно так себя он и позиционирует. И она сказала, что нет, это не нейтральный потон, это какой-то очень непонятный рыжий потон. Вот. И я думаю, ну ладно, наверное, возьму все-таки самый светлый оттенок. Может быть, все-таки этот оттенок будет получше смотреться, но мне кажется, что нет. Он не смотрится классно. Я нанесу это на нос. Кстати, ребят, вам не кажется, что сейчас почти все бренды выходят, и вот именно в данный момент, в этом месяце, с продуктами для лица Анастасии Беверли Хиллз, Джаклин Хилл. Хотя, если подумать об этом, совсем скоро, буквально через месяц-полтора уже будет осень. Это так странно, потому что время так быстро летит, и ты понимаешь, что вот сейчас все выходят бренды с летними новинками, да, а вот через полтора месяца это будет уже не актуально, уже будет время осенних новинок, ну и так далее. Вообще, мне кажется, да, действительно, сезоны, они тоже диктуют свою моду, то есть, понятное дело, что летом тебе хочется меньше макияжа наносить, тебе хочется использовать не так много блестящих теней и помад, да, а вот уже когда-то к Новому году идет время, конечно, тебе хочется использовать это все в больших количествах. Ну что, ребят, как вам вообще бронзер смотрится на моем лице, честно? Он неплохо смотрится, но это не прям мой самый определенно любимый оттенок, потому что это немножко не моя цветовая гамма. Я немножко подправлю это все пудрой, в смысле кисточкой, на которой пудра есть немножко. В принципе, я могу сказать, что этот бронзер кремовый ощущается таким, каким Анастасия Баврили-Хиллз описала его на своем сайте. Он очень легко расцешевывается, он почти не чувствуется на коже, ощущается он как вторая кожа. Да, это правда, но все-таки мне кажется, что этот светлый оттенок, он немного слишком светлый для меня. Может быть, он в моем мониторе сейчас смотрится отлично, классно, красиво, но в жизни это не будет смотреться настолько прям вау, красиво по-летнему, как если бы я использовала, например, бронзер от Nars в оттенке Laguna. Я не знаю, ребят, дайте мне знать в комментариях, что вы думаете об этом крему-бронзере, а мы переходим к следующему продукту, а именно румяна. Она вышла также с семью оттенками в этой коллекции, и выбрать есть из чего на самом деле. Даже я бы сказала так, что когда заходишь на сайт, ты не знаешь, какой оттенок взять, потому что они все так красиво смотрятся, и я не удержалась. Я взяла два оттенка, конечно, я взяла розовый оттенок, называется он Pink Dahlia, шикарно смотрится, даже лучше он смотрится в жизни, чем на фото. Вот таким вот образом он смотрится, я в восторге попробовать его прямо сейчас, мне очень хочется. Смотрится как вот тот самый настоящий барби розовый оттенок, что-то вроде того. Я не знаю, ребят, заметили вы или нет, но сейчас многие производители выпускают кремовый продукт на одном конце, румяна, либо кремовый бронзер, а на втором конце, как правило, есть кисточка. И мне приходит в голову, первое это мейкап Баймарио, у него точно такое же что-то вышло недавно. И на самом деле кисточка, она выглядит хорошо, но мне кажется, она немножко так как будто царапает. Мне кажется, она не самая мягкая кисточка, которую я когда-либо ощущала на своей коже. 12 месяцев срок годности у этих румян, и они также сделаны в креме. Мне кажется, я уже об этом сказала вам. Второй оттенок, который я взяла, называется он Пичкин. И это настоящий персиковый оттенок румяна в стике. Как он красиво смотрится, свочится он тоже шикарно. Вообще оба оттенка, они свочатся очень хорошо, они очень кремовые, когда вы наносите их на руку. И очень много пигмента также я увидела, когда я свочила их на своей руке. Первое, когда я, кстати, открыла упаковки этих кремовых румян, я была прям поражена этой красивой, прям, ну такой, знаете, гламурной, эстетически приятной упаковкой. Очень-очень красиво смотрится. Она не тяжелая, что здорово можно кинуть в сумочку эти румяна и забыть о том, что они у тебя там есть. И потом подправить макияж в течение дня. И, кстати, упаковка, в которую они пришли, она выглядит вот таким образом. Золотая такая бронзовая тематика у нас просматривается здесь. Давайте почитаем об этих румянах, вообще, что говорит нам Анастасия о них. Ультралегкие кремовые румяна, которые тают на коже и создают сияющий естественный цвет. Эти румяна будут легко скользить по вашей коже, создавая стойкий эффект мягкого фокуса, то есть софт-фокус эффект, который размывает и рассеивается, делая кожу свежей и сияющей. Это та формула, которую можно достроить, то есть можно нанести немножко совсем, и это будет тогда легкий такой ежедневный вариант. Или можно сделать эти румяна прям такими ух, это здорово, что можно достроить их. И, естественно, эта формула румян, она не размажет ваш макияж под этими стиковыми румянами, что мы любим. И, кстати, эти румяна вышли в пяти оттенках, а не в семи, я обманула вас. Итак, я даже не знаю, с какого оттенка начать. Наверное, все-таки мы начнем с оттенка, который называется Pink Dahlia. Я не знаю, почему, но с момента, как я начала красить свои волосы в блондинку, меня стали гораздо больше привлекать именно розовые оттенки румяна, что, в принципе, очевидно. Блондинкам, как правило, идет все розовое от помады до румяна, естественно. Поэтому я такая, окей, я возьму такой оттенок, потому что он не подойдет, скорее всего. Кстати, завтра я еще иду красить волосы, и они у меня будут еще более блондинистыми. Я нанесла совсем немножко на эту сторону тоже. Вообще, я хочу купить стиковые бронзеры, чтобы нанести, знаете, как в ТикТоке румяна в стике, бронзер в стике, потом растушевать, это бум, и это так красиво смотрится на видео. Дайте мне знать, ребят, если у вас рекомендации есть в качестве стикового бронзера, что вы рекомендуете? Будет очень интересно это. Растушевывается это все пока что хорошо. По-моему, они ничем не пахнут. Прикольно. Вы знаете, мне нравится оттенок этих румян. Да, он смотрится очень... Я бы сказала, этот оттенок, он идеален будет как на лето, так и на осень. Это тот самый идеально универсальный оттенок на все сезоны. Растушевываются они хорошо, я даже не вижу проблем никаких с растушевкой. О, смотрите, я нанесла их, не растушевала сразу, и они как будто бы залипли на моей коже. Теперь приходится нажимать на спонж, чтобы растушевать их хорошо, потому что они залипли. Зачем нанесла эти румяна на обе щеки, если у меня еще другие румяна есть? Я хочу еще немножко нанести их, чтобы это было более очевидно, потому что я не очень вижу пигмент. Сейчас я вижу, до этого я не очень его видела. Вот, так мне нравится больше. Мне очень нравится тот факт, что я могу нанести их больше на свою кожу, и тогда это будет смотреться еще более интенсивнее. И да, это смотрится очень естественно, красиво, такой, знаете, хорошая легкая формула для ежедневного макияжа. Потому что если я, наверное, пойду куда-то на званый ужин, да, в ресторан, я, наверное, все-таки буду использовать пудровые румяна, вот той же самой Pat McGrath. Потому что они, как мне кажется, дают более такой интенсивный пигмент, интенсивный цвет на лице. И да, вот таким образом смотрятся эти румяна вместе с нашим бронзером. Далее я хочу попробовать оттенок, который называется Pitchy Keen. Он описывается как мягкий персиковый оттенок. Я очень долго думала, брать ли мне этот оттенок или мне взять другой оттенок, который называется Latte. Он описывается как розоватый коричневый. Мне показалось, что все-таки персиковый это более ходовой оттенок. И, скорее всего, я буду им чаще пользоваться, чем вот этим розоватым каким-то коричневым. Хочу использовать кисточку, чтобы посмотреть, как продукт этот работает с кисточкой. Да, кисточкой не совсем удобно. Она ничего не делает. То есть продукт как будто бы он просто остается на коже и он застывает. Потом его еще будет сложнее даже гораздо растушевать, потому что он имеет свойство застывать на коже, если вы не растушуете его вовремя. Я говорю об этих румянах. Таким образом смотрится. Нет, все-таки мне нравится определенно использовать спонж, а не кисточку на танце. Кстати, забыла сказать, эти румяна, они cruelty free, без парабенов, без фталатов, без минеральных масел, без отдушек и без масел, что мы также любим. И вот таким образом после растушевки смотрится оттенок Pitchy Keen. Мне нравится, как он смотрится определенно, это очень красивый оттенок, но мне почему-то больше нравится именно этот оттенок, который у нас Pink Dahlia. Потрясающий идеальный розовый оттенок. Если вы любите такие оттенки, то вам определенно понравится Pink Dahlia больше, чем этот персиковый оттенок. И вот такой конечный вид этих румян на моих щеках после растушевки. Напомню, на этой стороне я нанесла оттенок Pink Dahlia, и на этой стороне у меня оттенок персиковый, Pitch King, по-моему, называется он. И я определенно вижу, что эти два оттенка, они различаются. На этой щеке я сразу могу увидеть этот розовый подтон румян, на этой щеке я вижу что-то персиковое. Поэтому определенно это очень легкий румяна, очень легкая текстура. Опять же, идеально на лето, мне кажется, я это уже миллион раз говорила, но пока что мне почему-то больше понравился именно оттенок Pink Dahlia. И последнее, что мы попробуем из летней коллекции Анастасии Beverly Hills, это ее хайлайтер в стиковой форме. Естественно, я взяла его в оттенке Pink Diamond. Мне показалось, что это наиболее такой, я не знаю, универсальный оттенок, который будет хороший в пир и в мир. Безумно нравится, как он смотрится. Когда я его свочила, просто посмотрите на эту красоту. Когда ты его свочишь, ты видишь большое количество мелких блесток, но это смотрится все, я бы сказала, дорого. Но в принципе, это так и есть. Он не дешевый продукт, он стоит у нас 34 доллара. Мне кажется, что это примерно та же самая ценовая категория, как и румяна, в смысле румяна, как и хайлайтер от NARS. И говоря о хайлайтере от NARS, их знаменитом хайлайтере в оттенке Copacabana, я была без ума от него, использовала его до последнего. Поэтому мне хочется верить, что это будет что-то похожее, что-то похожее на ту формулу от NARS, которую я обожаю. Вообще, оттенок Pink Diamond это единственный оттенок в ее коллекции, который более-менее светлый. Все остальные же хайлайтеры в этой коллекции, они имеют в себе какой-то такой золотистый потон, золотой потон, бронзовый потон. Поэтому мне кажется, это будет один из самых популярных оттенков в этом запуске. Анастасия говорит, что это мерцающий, ультрагладкий кремовый хайлайтер для мгновенного сияния и сияния всего одним движением. Это невесомая формула, которая легко тает и которая создает эффект второй кожи на лице и обеспечивает идеальное сияние каждый раз. В принципе, описание, оно очень похоже на все остальные продукты, что наносится все это хорошо, не будет размывать макияж и эффект софт-фокуса также в этом хайлайтере нам обещается. Все, давайте попробуем его. Я лично в восхищении посмотреть на эту формулу, потому что хайлайтеры в стике это вот что-то, что я всегда так, хайлайтеры в стике, нет, спасибо. Возможно, это будет что-то очень классное. Первое, я чувствую, да, этот хайлайтер, он невероятно кремовый, смотрится очень красиво. Он смотрится не очень прям, знаете, так, ух, как хайлайтеры от Jaclyn Hill, вот те хайлайтеры, они прям дают тот самый блеск, невероятно нереальный блеск. Это же более такой хайлайтер с естественным финишем, но при этом, да, есть блестки, причем они очень смотрятся красиво на лице, то есть это такие мелкие, опять же, блестки. Вот сейчас я точно вижу эффект этого хайлайтера настоящий. Много мелких блесток, и я сейчас нанесла чуть больше продукта, и в особенности, когда вы нанесете большое количество хайлайтера этого на щеки, вы вот увидите тот самый настоящий эффект этого хайлайтера. А именно прям очень интересный финиш, и кожа, она как будто бы сияет, светится изнутри. Вот такой эффект я вижу на своей коже. Когда я смотрю, опять же, в зеркало очень близко, я вижу эти мелкие блестки, однако издалека вы их не увидите, скорее всего. Я бы сказала, что цвет этих блесток, он видится мне золотистым больше, чем каким-то серебристым. То есть, да, вот что-то золотистое я вижу, но это не золотистый хайлайтер, нет, он серебристый, но почему-то на цвету сейчас я вижу золото. Давайте я сейчас немножко погашу свет, и вот таким образом он смотрится при минимальном свете, что мне кажется шикарно. Эффект мокрой кожи сейчас все-таки больше виден, чем когда я делаю свой свет более-менее видным. Я действительно вижу очень красивый блеск, и мне нравится то, что я вижу. Знаете, такой легкий хайлайтер в использовании, который позволяет вам выглядеть дорого, красиво, по-летнему, всего лишь одним движением. Это здорово. Мы не можем забыть нанести хайлайтер под губу. Вау, очень-очень красивый блеск. Очень красивый хайлайтер, очень здоровская формула, я в восторге, если честно. Хочется его нанести еще больше и больше, настолько он приятен, когда он на коже находится. Я в восторге. Честно, меня очень поразила формула этого хайлайтера, настолько он легко наносится, настолько он красиво смотрится, и все это буквально за секунды. Поэтому, определенно, буду тестировать еще, чтобы посмотреть, как он еще и держится в течение всего дня на моей комбинированной коже. И вот таким образом выглядит наш конечный образ. Я использовала помаду свою любимую от Фролатиловый в оттенке Pillow Talk. И также использовала карандаш для губ от Патрика Та в оттенке O'Shea Single. Итак, мои первые впечатления об этой коллекции, это то, что это очень хорошо курированная коллекция. В ней есть все для того, чтобы почувствовать себя бронзовой богиней летом. Однако, мне кажется, есть одно но, потому что оттенок бронзера это тот оттенок, который, ну, не прям, возможно, мой любимый. Я все-таки, наверное, предпочитаю немного более темные оттенки кремового бронзера. Для сравнения, сейчас я нанесу, допустим, этот бронзер от Анастасии Баврили Хиллс в самом светлом оттенке. Нанесу для сравнения кремовый бронзер от Nars в оттенке Laguna. Сразу можно видеть, большая-большая разница, не так ли? С левой на правой. Здесь мы видим самый светлый оттенок от Анастасии Баврили Хиллс. Дальше мы видим оттенок кремового бронзера от Nars в оттенке Laguna. И третий оттенок это оттенок кремового бронзера от Jaclyn Hill в оттенке Nakey. И да, можно видеть, насколько я неудачно выбрала вот эти левые и правые оттенки, потому что именно тот оттенок, который посередине от Nars, он является самым идеальным для меня. Но мне кажется, это тоже классно, когда у тебя есть бронзеры на те моменты в жизни, когда ты не загорела, и на те моменты, когда ты загорела. Вот как раз-таки именно для этого, наверное, я их и покупаю. Кстати, самое интересное, по граммовке в бронзере от Анастасии Баврили Хиллс мы получаем 30 грамм продукта. Вау, это очень много продукта, прям вау. Это очень круто, потому что, мне кажется, обычно они меньше кладут в бронзеры. Это круто. В бронзере от Nars Laguna мы получаем 19 грамм продукта. Что странно, потому что бронзер от Nars, он выглядит как будто бы больше, даже упаковка выглядит больше. Но вот в бронзере от Анастасии Баврили Хиллс мы получаем 30 грамм продукта, и упаковка выглядит как будто бы меньше. Это странно. И в бронзере от Jaclyn Hill, в самом дорогом бронзере за грамм, потому что здесь мы получаем, знаете, сколько? Всего лишь 15 грамм продукта, и стоит он, ну почти столько же, сколько стоит бронзер от Nars и Анастасии Баврили Хиллс. Поэтому можно, наверное, видеть разницу, да. Примерно одинаковые цены у них. И еще важный момент, ребят, самый светлый бронзер у нас от Анастасии Баврили Хиллс, и самый светлый бронзер от Jaclyn Hill. Смотрите, как они выглядят по-разному. Бронзер от Jaclyn Hill смотрится гораздо более правдивым по цветовой гамме, потому что он, у него нет такого какого-то песочно-желтого оттенка, как в бронзере от Анастасии Баврили Хиллс. Такая вот интересная арифметика. Очень интересно узнать, какой бронзер понравился вам больше всего из моих свочей. Буду ждать ваши комментарии. Я не знаю, я не разочарована, однако мне кажется, что если вы купите такой же светлый оттенок, вам он не понравится. Однако, если вы купите второй оттенок, который очень-очень темный, то он вам также не понравится, потому что он будет смотреться не очень красиво на вашем лице. Поэтому в этом плане немножко обидно, что у Анастасии Баврили Хиллс не самый лучший подтон в ее бронзерах. Дайте мне знать, если, ребята, вы также пробовали что-то от Анастасии Баврили Хиллс, в плане, не знаю, бронзеров или румяна, и вам они понравились. Будет интересно также узнать об этом. Далее, давайте поговорим о румянах. Я брала два оттенка, оттенок розовый и оттенок персиковый, а именно Pink Dahlia и Peach Keen. Мне понравились оба оттенка, конечно, они очень красиво смотрятся, идеальны, как мне кажется, как на лето, так и на более холодные времена года. Но мне кажется, что оттенок все-таки Pink Dahlia мне понравился чуть больше, просто потому что я большой любитель розовых оттенков. Я просто обожаю розовый румяна на своем лице, поэтому мне определенно понравился больше всего Pink Dahlia оттенок. Оттенок персиковый тоже неплохой, если вы любите персиковые оттенки, то мне кажется, он вас не разочарует. Поэтому формула хорошая, у них это определенно, она легко наносится, легко растушевывается. Можно достроить эти румяна до прям такого хорошего, интенсивного румянца на вашем лице, что очень здорово. Опять же, идеально на лето, потому что они не жирные, очень быстро они засыхают слишком, быстро даже, возможно, не засыхают на вашем лице. Поэтому, если вы наносите их на лицо, то будьте бдительны и растушевывайте их сразу же после нанесения, потому что иначе вы рискуете остаться с каким-то пятном от нерастушеванных румян на вашем лице. Поэтому, определенно, и формула, и упаковка этих румян, она меня поразила. Определенно советую вам попробовать их, если вы еще не пробовали, или если вы еще пока раздумываете над тем, покупать что-то в своей веб-сайта или нет. Кстати, на сифоде тоже можно уже наконец-то купить всю эту коллекцию от Анастасии Бабрали Хиллз. И последнее, что мы сегодня попробовали с вами, это хайлайтер в стике, конечно же, в оттенке Pink Diamonds. Как называется? Pink Diamond, да. И мне он очень-очень понравился. Естественно, это тот самый, я бы сказала, хайлайтер в стике, который смотрится очень интересно и необычно, в отличие от других хайлайтеров, потому что в нем есть эти мелкие какие-то блестки, которые, ну, просто привлекают внимание, тебе хочется рассмотреть, что же там у тебя на щеке, что за такие блестки, а что же за бренд хайлайтер она использует, понимаете? Если вам нравится такой интересный блеск у хайлайтеров, то вас определенно заинтересует оттенок, который называется Pink Diamond, потому что он реально уникальный, и если вы коррекционируете хайлайтеры, вас он не разочарует это 100%. И еще что мне понравилось в этом хайлайтере стике, это то, что он очень мультифункциональный. Я могу нанести один слой этого хайлайтера, и это будет хорошо для дневного ношения, для дневного макияжа. Однако, если я прям нанесу его очень-очень много, тогда это будет тот самый блеск, который будет идеален для похода в клуб, в ресторан. Блеск, ну, и сияние, которое будет привлекать многих людей. И это круто также, что он очень компактный этот хайлайтер, вы можете бросить его в сумочку и подправить в любой момент, когда вам нужно еще больше сияния на вашей коже. Поэтому, определенно, это крутой продукт. Если вы ищете какой-то интересный хайлайтер в своей жизни, то, возможно, это будет он. И да, ребят, вот такой на сегодня был обзор на новую коллекцию от Анастасии Беверли Хиллз. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этой коллекции, начиная от бронзера, который мне показался слишком странным выглядящим, заканчивая румянами. Какой оттенок вам понравился больше всего? Какой оттенок вас привлек? Пишите в комментариях, давайте пообщаемся. Будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом летнем релизе. И, кстати, вы можете купить это уже, естественно, и на Сифоре, и на сайте Анастасии Беверли Хиллз. Поэтому, да, ребят, спасибо большое за просмотр. Спасибо большое также, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятна ваша активность. И на этом я не буду прощаться с вами. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Желаю, чтобы у вас получался отличный макияж каждый день. Ваша Юля. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok